инструментов, чтобы сделать свой. Антон, а ты первый свой инструмент как сделал? Это был далекий 97-й год в горах Адыгея. Я из бамбуковины нагрел гвоздь в костре среди леса, прожег дырки. Это была первая поперечная флейта. А ты это сделал случайно? Нет, я не случайно. Там такое у меня было очень классное окружение. И один из ребят вот делал, так, я повторил за ним, у меня получилось. Я сначала долго учился дуть, я до этого на блок-флейте очень сильно играл, но попал в среду, там вот парень один, Саша, делал такие флейты и всем. А я не умел, ну поперечная флейта. Собственно, я сейчас нарисую картину, которая вот у меня сложилась в голове. То есть поехали они на пикник, на шашлыки. Саша и Антон, да? С 97-го в году. Нагрели шампур, проткнули бамбук. А, в бамбуковую рощу они поехали на шашлыки. Бамбуковая роща это уже Абхазия. Это была поперечная флейта. Ну да, это была моя первая поперечная флейта. Потом буквально там через некоторое время ко мне попал очень классный такой турецкий пищик Шипси, сделанный турецким гастарбайтером в Белореченске. Пищик, если кто не понимает, такой прототип желейки, более деревенский. Да, да, да. Вот мне парень дал, говорит, у меня там рядом стройка, там турки строят. И вот я там с одним турком скрешился, он вот взял прям тростниковину, раз-раз ножиком, раз-раз, и дал. И потом долго, это был такой как бы примитивный, так просто сделанный инструмент, и он так круто звучал, и я много лет не мог его повторить. Только уже когда, уже мастерская, вот у меня 2008 года, все серьезно, антплата там, вот только тогда я уже как бы смог вот повторить. У меня этот инструмент вот он хранится как образец. Обалдеть. Ты знаешь, я смотрел недавно видео, одно с Сергеем Николаевичем Старостем, я смотрел недавно видео с Сергеем Николаевичем Старостем,